Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. В третьей беседе на второе послание к Тимофею, святитель Иоанн Златоуст, говорит нам о страшном дне пришествия Господня. Страшный, поистине страшный, предстоит нам отчет, и много мы должны оказывать человеколюбие, чтобы не услышать страшных слов. Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Матфея 7, глава 23 стих. И чтобы не услышать, между нами и вами утверждена великая пропасть. Лука 16, глава 26 стих. Чтобы с трепетом не услышать, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Матфея 22, глава 13 стих. Чтобы с великим страхом не услышать, лукавый раб и ленивый. Матфея 25, глава 26 стих. Страшно, весьма страшно и ужасно это судилище. «Хотя Бог и благ, хотя Он и милостив, Он называется Отцом Милосердия и Богом всякого утешения» 2 Коринфянам 1.3. «Он благ так, как никто другой, снисходителен, щедр и многомилостив. Он не хочет смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Иезекииля 33, глава 11 стих. Почему же этот день будет исполнен такого ужаса? Огненная река потечет пред лицем его. Книги деяний наших отверзутся. Самый день будет подобен горящей пище. Ангелы будут носиться вокруг, и разложено будет множество костров. Как же, скажешь, Бог, человеколюбив, как милостив и как благ, так при всем этом Он человеколюбив. И здесь-то особенно открывается величие Его человеколюбия. «Ибо для того Он и внушает нам такой страх, чтобы, хотя таким образом мы пробудились и стали стремиться к Царству Небесному, для того Он все сказал и изъяснил нам. И не только изъяснил, но показал и посредством дел, хотя и одни слова Его достоверны. Но дабы кто не стал подозревать в словах Его преувеличения или одной угрозы, Он совокупляет удостоверение и посредством дел. Каким же образом? Неспосылая наказания на людей, и частные, и общие. Дабы ты убедился самим делом, для того Он-то наказывал фараона, и наводил водный потоп, и всеобщее погубление, а то и посылал истребительный огонь. И ныне мы видим, как многие порочные наказываются и предаются мучениям. Вот это подобие гиены. Так, дабы мы не предавались сну и беспечности, и не забывали слов Господа, Он напоминает о них и возбуждает нас делами, устрояя здесь допросы, судилища и наказания. Если же люди столько заботятся о справедливости, то неужели у Бога, который есть сам законодатель, не обращается на Него никакого внимания? Можно ли поверить этому? Подлинно везде можно видеть судилища, и в доме, и на площади. Так и в доме господин ежедневно судит слуг, требует отчетов в их поступках, и за одни наказывает, а за другие прощает. В селах земледелец и женаевы ежедневно судятся взаимно. На кораблях судят кормчей, в войсках военачальники судят воинов, в искусствах учитель, ученика, и многое множество судилищ найдемый. Таким образом, и в частности, и вообще, все судят друг друга, и нигде не увидят, чтобы справедливость была пренебрегаема. Но все и везде отдаются отчетам. Если же здесь так распространена забота о справедливости, в городах и в домах, и у каждого человека по рознь, то неужели нет никакой справедливости там, где десница Божия полна правды, Псалом 47, и где правда его, как горы Божии, Псалом 35. Но почему же, скажешь, Бог, судья праведный, всемогущий и долготерпеливый, попускает грехи, и не тогда же наказывает? Здесь же заключается причина. Он говорит, что ты долготерпелив, а долготерпение его ведет тебя к покаянию. Если же ты упорствуешь, то по упорству твоему и нераскаянному в сердцу ты сам себе собираешь гнев. Римлян 2 глава 4 5 стихи. Итак, если он праведен, то воздаст по достоинству и не оставит без наказания делающих зло, ибо это свойственно праведному. Если он всемогущ, то воздаст и по смерти, и при воскресении, ибо это свойственно всемогущему. Если же он по долготерпению своему медлит, то не будем смущаться и говорить, почему он не наказывает сразу. Ибо если бы так было, если бы он ежедневно подвергал нас наказанию за наши преступления, то род человеческий уже давно перестал бы существовать. Нет пояснения дня свободного от греха, но ежедневно мы грешим больше или меньше. Так что никто из нас не мог бы достигнуть и 20-летнего возраста, если бы не было великого его долготерпения и благости, дающих нам достаточный срок для покаяния, для того, чтобы мы очистились от грехов. Господу нашему слава во веки веков. Аминь.